На ферме Комсомольской ее называют первой телочкой. Калина настоящая рекордсменка. В год корова дает около 8 тысяч килограммов молока. На дне сибирского поля она гордость своих доярок. Здесь в агропарке лучший рогат из скот молочных и молочно-мясных пород. Мы в крае вторые по надоям. Теля-то у нас хорошие, не теля и телки. На 9 гектарах агропарка, как всегда, представлены сотни единиц техники. Почвоперерабатывающие, кормозакодавители и опрыскиватели. В этом году на агрофорум приехали руководители более 200 компаний из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Виктор Томенко заявил, что правительство региона будет поддерживать хозяйство, которое настроено на перевооружение аграрной техники. В первую очередь это касается молочного и мясного скотоводства. Он добавил, что новая техника не должна застрять в руках одного хозяйства, а стать доступной всем. Также администрация края пообещала поддержку аграриям, которые могут понести убытки в связи с плохой погодой. В этом году режим ЧС введен в Алтайском крае и в Омске. Если все же аграрии понесут определенные убытки, таковых еще нет, то естественно государство будет принимать меры. Есть резервный фонд правительства Российской Федерации, но сразу хотелось сказать, что убытков сегодня аграриев нет. На дне сибирского поля были награждены лучшие работники своего дела. Трактористы, механики и не только. В кабину трактора Юрий попал случайно. И вот уже 30 лет он работает трактористом. Бывают смены по 12 часов в сутки. Сегодня он вернется домой заслуженным работником сельского хозяйства. Каждый год после Дня сибирского поля заключаются сотни сделок. Подписываются договоры о сотрудничестве. Ведь ожидается, что только за два дня агропарк посетят более 24 тысяч человек. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости.